Главы сельских поселений отчитываются перед жителями о проделанной работе в 2019 году. Отчетная сессия прошла в Протокском сельском поселении. В работе открытой сессии Протокского сельского поселения приняли участие глава района Роман Сенеговский, его заместители, руководители структурных подразделений администрации. Первым вопросом повестки дня значился отчет главы поселения Владимира Симоненко об итогах работы поселенческой власти за 2019 год, планах на перспективу. В прошлом году в бюджет поселения удалось собрать свыше 38 миллионов рублей, что на более чем 8 миллионов превысило показатели 2018 года. Одна из основных статей расходов – затраты на благоустройство. В 2019 году она составила 5 миллионов 172 тысячи рублей. На проведение уличной дорожной сети в надлежащей состоянии было выделено 7 миллионов 540 тысяч рублей. Коммунальное хозяйство – 1 миллион 16 тысяч рублей. Пенсионное обеспечение – 346 тысяч рублей. Поселение участвовало в краевых программах. Благодаря полученным средствам ремонтировались дороги и тротуары, решались вопросы водоснабжения и ремонта социальных объектов. Большим событием для поселения стал капитальный ремонт мемориала солдатам Великой Отечественной войны. Во многом благодаря социальному партнерству власти и бизнеса памятник был полностью обновлен. Большой вклад в общее дело сделало сельхозпредприятие «Кубань» под руководством Евгения Ковальчука. Глава района поблагодарил бизнес за помощь в решении социально важных вопросов. Также в своем выступлении Роман Сенеговский рассказал о том, что удалось сделать в поселении за последнее время и планах на будущее. В детском саду мы запустили несколько групп, вы знаете, для того, чтобы была возможность посещать детские сады. И очередь была, насколько мне известно, сегодня проще с этим вопросом мы его решили. Мы капитально ремонтировали спортивную школу имени Симоненко. Приходилось полы переделывать, на сегодняшний день мы сделали там капитальные полы. Мы запланировали в этом году ремонт клубов. Шестое отделение хутора «Нищадимовский» мы капитально отремонтируем клуб, деньги заложили. В губернаторском мы отремонтируем окна, поменяем. И запланировали «Нищадимовский» 5-е отделение, там порядка 2 миллионов смета. Мы его запланировали на 2021 год. Также в хуторе Броняковском будет проведен капитальный ремонт стадиона. Поселение вступило в краевую программу. Работы начнутся в самое ближайшее время. После выступления докладчиков жители смогли задать интересующие их вопросы. Селян интересовали вопросы здравоохранения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы очень колесили вот эти хутора Симисловного. Я хотел бы к вам обратиться с просьбой о жителе хутора Симисловного. Дело в том, что у нас в хуторе на пересечении улицы Советская и Славянская уже, наверное, месяцев пять, там борта какой-то творится. Газовики приезжают каждую неделю, раскапывают в одном и том же месте ям, там утечка газа идет. И дораскапывались до того, чтобы обвели водопровод. Вот они его раскатали, закопали, опять уехали, все. Сейчас вот течет вода, там болото образуется. Еще раз улица какая? Советская и Славянская. Ну хорошо. Этот вопрос будет взят на контроль для дальнейшего решения. Еще один вопрос, поступивший от жителей, касался газоснабжения поселения. Меня зовут Александр, я проживаю на улице Набережная, в Треборниковском. В течение двух лет мы маем садмипродвенными, но там нет газа. И в течение двух этих же лет мы слышим только обещания, и никаких работ там не производится. Администрация протокского сельского поселения будет делать строительство газопровода на 2020 год, это летний период. Ну и администрация Славянского района также берет улицу Комсомольскую на себя, также на летний период. В конце сессии депутаты протокского совета приступили к голосованию. Их решением работа главы поселения и поселенческой администрации в 2019 году была признана удовлетворительной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».